МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадиокомпании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ухо этим выпуском. Вышли на финишную промую. На Мазырском НПЗ завершается реализация самого буйного в истории завода проекта будавництва комплексу гидрокрекингу тяжких нафтовых рештков. Золотые поли в Речицком районе вырошивают слонечник. Новые и самые запотребованные специальности в НУ региона поведомили особливости этой уступной кампании. А зараза об этом и иншим больше подробно. На Мазырском НПЗ протягивается реализация самого буйного в истории завода проекта. Будавництва комплексу гидрокрекингу тяжких нафтовых рештков. Уже можно казать, что будавники вышли на финишную промую. Один за одним сдаются объекты, які забеспечивают полновартосное функционование комплексу. У их лику факельная установка вуглеводородных газов. Гэта один з элементов, отказных за бяспечную эксплуатацию комплексу Эйдж-Ойл. У их составе комбинованная установка гидрокрекингу, вытворчасти водороду, серы, а так само 21 объект агульнозаводской господарки. Финальной кропкой у будавництвя факельной установки станет момент, коли с искры нареште разгорится полымя. Заводские факелы запаливают перш, чем любая из установок почне свою работу. Вся факельная система завода – это безопасность работы самого завода. И применяется только при… Ну, можно сказать, он горит постоянно. Но сюда идут в аварийных ситуациях, идут сброс лишнего давления и так далее. У нас должны быть ряд объектов вообще заводского хозяйства уже сданы. Быть работоспособны, после этого только начинаем отпускать остальные установки. На возле регулирования идти опошняя подрыхтолка. У факельный ствол подается ваткий азот, как выключить наявность у им кислороду. За азотом – газ. Искра перетворить его у огонь. Как газ дайшел до конца ствола, потребуется не меньше за полгодины. И вот нареште над заводом вспыхвая ледь пракметная полымя еще одного факела. Момент символичный. Пройдена еще одна отказная межа у реализации проекта. Деючий комплекс «Эйдж-Ойл» дозволит повеличить глубину перепроцовки нафты до 90%. Узрасте – выход светлых нафтопродуктов. Реализация проекта протягивается. На предприемствах Гомельской области проходят сходы працонных коллективов, на яких працонники выказывают свои относины до ситуации в Украине. Сегодня, подчас техничного перепынку, позицию у патрымку стабильности выказали у акционерным товарыстве «Гомсельмаш». Наши корреспонденты ведут, об чем ишла размова. У акционерным товарыстве «Гомсельмаш» зараз напруженный час. У минулого месяца, например, тут зарабили 200 комбайнов. Таких объемов у акционерным товарыстве не было уже неде 7 годов. Кали мерковать по распрасованных планах, як минимум до листопада, придется прасовать у таким же рытме. Причем, размова не только о поставках, но внутренний рынок. 20 комбайнов накировали навыд у Зимбабве. Зараз туды рыхтуются ясшедно парты «Гомсельмашовских» машин. Правда, сами працевники на загруженность не скарзятся. У нас есть перспективы, а тому есть упыльненность у завтрашнем дни. Такие слова можно почуть во усих цехах. На сегодняшний день в нашем цеху горячая пора. Идет плановая отгрузка машины 12-18-1 отечественному потребителю на Витебскую область. Для выполнения данного графика отгрузки рабочие работают в полуторасмедном режиме с загрузкой более 200%. Смедосуточное задание на сегодня составляет минимум 10-12 машин. Своим примером в работе мы предлагаем всем трудиться, а не выходить на массовые беспорядки. Мы за процветающую Беларусь. Мы хотим, чтобы наши дети и мы жили в мирной стране. Агульный сход працевников сборочно-здаточного цеха по часу невельмы протяглый, размова об мерах, які администрация примая по загрузкам могутностям у зимовый период и принятие звороту. У республицы завершилась президентская кампания. Народ зарабил свой выбор на корысть мирной и квитнеющей Беларуси. Але в краине значились силы, які мкнуться перешкодить нашему поступальному развитию. У гэты период испытыв важное значение мая консолидация усих здоровых сил громадства. Шмат тысячный коллектив Гомсельмаша, як и абсолютная большаясть наших сугромадян, патрымливая выники выборов и выступая за мир и спокой, за стабильность и будущее наших детей и внуков. Мы лишим, что досягнуть взаиморазумения и консолидации громадства при допомозе вуличных протестов немахчима. Нас шмат, мы розные, але Беларусь у нас одна. Говоры с узвороте. Прошли выборы, все, определились, каждый отдал свой голос за кого хотел, никто никого не принуждал. Так что я считаю, что нам нужно работать и весь этот хаос, который происходит в Белоруссии. Я сам проехал всю Белоруссию раньше, служил и Брестскую область, и Гродницкую. У нас красивейшая страна, красивейшая. И я хочу, чтобы она оставалась для моих внуков и дальше, кто после меня будет. Не хочу этого хаоса, не хочу этого разбоя. Сейчас есть работа, дается возможность заработать. Работайте. Я сам по 12 часов другой раз, ну, нужно поработать. Вопросов нету. Это и деньги наши, и благосостояние. А то, что сейчас на площадях там выступают, там митингуют, это, мне кажется, проплаченные люди. И я не хочу этого. Олег Сенцеров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». У Белоруссии увели заборону на гандаль пиротехникой. Уступила в силу ответная постанова Совета Министров от 11 жюня, номер 475. Оптовый и розничный гандаль пиротехничными выработками теперь заборонены. В связи с этим, Министерство антимонопольного регулирования и гандлю просит субъекты гандлю принять терминовые меры, поняв хильным выконанне норм постановы. Гомельчане, якие селеты засталися беззамежно гадпочинку за пандемией коронавирусу, шукают привабные месцы на своей родиме. Так, у Липе не самые популярные локации для фотографов стали лавандовые поли в Ветковском районе. Уж не у них роджане накировались у Речицки, где зараз квитнеют слонечники. Чому там выросшивают гэтую культуру и тирады гостям мясцовые жихары, высветляла Ганна Корольчук. Желтые поли слонечника в Речицком районе належат господарцы Советской Белоруссии. Рослину тут выкрустовывают в якости тонного кормового белка для живел. У веры с неплощей 50 гектаров берут комбайном, семечки высушат и перепрацуют в аллее шрот. Первое подзе ухарчевая промысловость на Речицкий комбинат хлебопродуктов, а другое добавится корм для рогаты скотины. А по кульдухменным слонечникам частуются пчелы, які живут побачь на пчельнику на 120 хаток. Доглядая их Виктор Карась, потомный пчеляр, який працует с медом каля 20 годов. Заняток это перенял от батьков. Кажа, дятинство проводился рот в улев. Этот пчельник заложил каля 13 годов тому. С кожного вуля за сезон сбирая каля 25 килограмм сотов. Мед и Деуречицкий комбинат хлебопродуктов, фирмовый магазин и столовую. Раньше вывозили, кочевали. Вот у нас для кочелки тут и прицепы, все есть. Но сейчас уже так агрономическую службу, работаем вроде. По кругу севают, все в оборот меняют местами. Наверное, на месте у нас стандартная пасека здесь. Вообще-то нормальный для медосбора это 3-4 семнина гектара. Поэтому тут надо, чтобы гектар 30 чего-то отцветало, 40, а следующих зацветало. Агрономы засеивают поли так, как бы пчел завсюду была ежена. Вот только слонечники сеют в три этапа с перерывом в тыдень. Вокол пчельника так само есть шмот инших медоносных рослин. Для пасеки мы в этом году сеяли 50 гектар подсолнечника, 120 гектар горячихи, чтобы им была какая-то подпитка. Ранней весной они всегда на озимом рапсе. То есть для них тоже гектар 150 рядом, чтобы с пасекой было. Ну и другие фацелли вот в этом году семья гектар сели еще фацелли поддерживающей культурой. На дворе зараз для воспевания слонечника вельми сприяльная, однако пошние некольки тыдня упали господарки под погрозой. Штадзень, до их приезжают шмот гамельчан, ожидающих сделать фотосдымки для социальных сеток. Спочатку местовые жахары удивлялись такой нечеканной популярности. Потом начали скарзиться, потому на толпы гостей вытаптывают рослин и им перешкоджают приватному житю. Тому, коли хочете докрануться до прихожей, поводьте себя аккуратно и с повагой ставьтеся до природы. Ганна Карачук, Сергей Лукашук, телерадио компания Гомель Зереческого района. Вселетняя уступная кампания на финишной промой. Усе выпробования завершены научные установы, а маль готовые до новых научных агода. Ниакие внешние обставины у темлику пандемии COVID-19 не перешкодили абитуриентам выбрать свой накерунок. Наша здымочная бригада сустрелась с представниками хомельских ВНУ, как доведаться, какие специальности все лето корыстаются наибольшей популярностью. Одна из новых специальностей, открытых в ГДУ имя Франциска Скарыны – международный туризм. Для университета подея особливая. Худка тут почнуть рыхтовать будущих перекладчиков референтов. Супрацовники ГДУ рады, что не помылилися с выбором. Специальность оказалась запотрабованной. Проходный бал каля 330. Традиционно корыстаются попытом IT и бизнес-сфера. Тут так само высокие проходные балы. Высокие проходные балы обусловлены авторитетом нашего университета здесь, в нашем регионе, потому что мы имеем более 90 филиалов кафедр на различных предприятиях Гомеля и Гомельской области. И также очень важную роль играет значимость университета на международной арене тоже. Согласно последним результатам рейтинга Webometrics в июле текущего года, наш университет занимает четвертое место в Республике Беларусь. Во университетах с узконакерованной спецификой картина больше однозначная. На приклад Белдут. Стабильный интерес выкликают специальности промысловая и грамадянская будовництва, архитектура, тяговый состав чагуночного транспорта. Але сучасные тенденции никто не отменял. Абитруэнты звертают увагу на эти накерунок, а так само специальности, які связаны с экономичной деятельностью чагуночной сферы. Так, а иначе все тычится профильных направок университета. К нам поступают ребята, уже определившиеся с профессией, закончившие колледжи профильные и предполагающие свою дальнейшую работу на предприятиях железнодорожного транспорта и странительного комплекса. Белорусский Хандлёвый экономичный университет с поживецкой кооперацией пропонует самый широкий спектр специальностей на основе экономики. Повышенный интерес абитуриентов выкликают логистика, товарознавство, маркетинг и инше. Конкурс на платную форму навучания полторы человеки на месяца. У нас ещё есть свободные места на IT-специальности такие как информационные технологии в экономике, экономика электронного бизнеса. Попередние выники уступной кампании УГДТУ и Мясухога так само указываются на популярность IT-сегмента. На протягу трех годов одна из самых запотребованных специальностей тут информационные системы и технологии угольнявой индустрии. Конкурс 9,6 человека на месяца. Проходный бал больше, 310. Квалификация, которую отрымливает студент после ее закончения, системный программист и дизайнер. До речи махчимости такого специалиста значно ширейшим дизайн компьютерных гульняв. Ему под силу любая работа, связанная с IT. Иншая популярная напрямки – проектование на основе трехмерных технологий – маркетинг. Что тычится новейших специальностей, тупакулияны не самое запотребованное, а лесопрацовники университета уполнены. Все на переде. Мы знаем, что в этом году появилась новая специальность «Работотехника». Как с ней обстоят дела? Обстоят дела хорошо с «Работотехникой». Она не вошла в топ самых востребованных. конкурс около двух человек на место получился. Это не самый высокий конкурс, но тем не менее, я думаю, это связано с тем, что она может быть пока еще малоизвестна и нужно еще какую-то работу по ее маркетинговому продвижению. В целом, действительно, эти топовые специальности выражают интересы абитурентов и, как вы видите, они направлены на поддержание инновационного развития, что нужно стране. У Гомельских ВНУ нагадывают, еще есть мягчимость подать документы на платную и заводшую формы навучения. Больше подробную информацию вы можете отримать на сайтах установ. Миколай Скинтиян, Игорь Марышенко, телерадио компания Гомель. Будовництво школы в 21-м микрорайоне Гомель уступило в завершальную фазу. Некольких годов объект находился в так званом замороженном стане. По коль с просьбой обновить будовлю до президента Беларуси не звернулись и мясцовые жахары. Сегодня тут побывали наши корреспонденты. Школа, подобная на Гэтую, у Гомеля только одна. С бассейном, великими фойе и безбарьерным осеродзем, якое включает не только пандусы, а и широкие колидоры. Долгобуд разморозили на початку этого года. У некий период працавали навод утрезмены. Зараз такой необходности уже нема. Школу не только полностью побудовали, а и зарабили тут большую частку отделочных работ. Маляр Марина Няклевич на объекте працую увесь часа губыдауництва. Кажет, что зазробленное соромно не будя, а працывать приходится саправды шмат. Школу в 21-м гомельском микрорайоне объект саправды социально значный. Поблизу нема ни одной научальной установы. В гэтые дни одночасово тут ведется некольки видов работ. В спортивной зале завершается настил подлоги. А у харчблоку ведется подрыхтовка до монтажу обсталевания. И оно у основным уже завезено и знаходится у фае школы. У классах почался монтаж партов. При этом увага до объекта самая пильная на всех узровнях. Контроль за якостью и безпекой работ постоянно ведут представники тех и деж промнагляду МНС и заказчика областного управления капитального будовництва. Весь спектр заключительной фазе. Вместе с тем на объекте работают представители заказчика Гомельского областного управления капитального строительства, которые занимаются комплектованием помещений, кабинетов, а также пищеблока, необходимым оборудованием. В настоящий момент могу утвердительно сказать, что трудовой коллектив открытого акционерного общества строительный трест номер 14 с поставленной задачей справиться и данный социально значимый объект для города будет введен наилучшим образом точно и в срок. Олег Сенцюров, Павел Михно, Валерия Гопанько, Толерадоя компания Гомель. Это и атак сама иншая новинная информацию об проектах Толерадоя компания Гомель вы можете знать на нашем сайте в интернете по адресе www.tevargomel.by На этом выпуск завершен. Усяго доброго и до новых сустреч у эфиры. Эфир телеканала Белару-4 продолжает де-факто в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Очередное ДТП с участием двухколесного транспорта произошло на территории области. Мотолихач из Наровли оказался на больничной койке. Накануне около 10 утра 31-летний житель райцентра двигаясь на мотоцикле Хонда в деревне Киров из-за неправильного выбора скорости выехал за пределы проезжей части и угодил в правый по ходу движения кювет. Забор стал преградой, которая и остановила лихача. В результате ДТП мотоциклист с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом левого плеча госпитализирован. Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло в Гомеле. На зебре под колесами авто оказался ребенок. Примерно в пять вечера водитель гомельчанин 1976 года рождения, управляя автомобилем Ниссан Сирена, в районе пересечения улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Мележа не уступил дорогу и совершил наезд на 12-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Школьник с переломом правого бедра и ссадинами головы доставлен в Гомельскую областную детскую клиническую больницу. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными на дороге при движении соблюдать все меры предосторожности и выбирать скорость, исходя из погодных и метеорологических условий. За прошедшие сутки в Гомельской области зарегистрированы три пожара, на которых уничтожены два строения, столько же повреждено. На оказание технической помощи спасатели выезжали 16 раз. Утром поступило сообщение о пожаре жилого дома в агрогородке Дуброво Светлогорского района. В результате пожара уничтожены кровля и потолочное перекрытие повреждено имущество внутри деревянного дома. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. Основная версия неосторожное обращение с огнем. Через два с половиной часа спасатели МЧС тушили жилой дом по улице Первомайской в городском поселке Октярский. В результате огнем повреждена обшивка потолочного перекрытия и стены в кирпичном доме. Пострадавших также нет. Причина пожара устанавливается. Наиболее вероятная версия нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов. А в деревне Дуброво-Житковичского района ближе к пяти вечера сгорели два сарая. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. Основная версия поджог. В прошедшие сутки работники МЧС были заняты и другой работой. Одна из жителей Светлогорска оказалась во власти кольца. Просьба о помощи снять украшение с пальца поступила в 9 утра. Когда спасатели прибыли на место было установлено, что у женщины 1978 года рождения из-за образовавшегося отека на среднем пальце левой руки самостоятельно кольцо она снять не может. Работниками МЧС при помощи гравера кольцо было распилено и снято. Состояние женщины удовлетворительное, медицинской помощи не нуждается. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Павел Михно. Здравствуйте. Гомельский локомотив укрепился двумя российскими игроками. Стангомельских железнодорожников пополнили российские футболисты. Защитник Антон Иванов и полузащитник Максим Петров. Оба игрока ранее выступали в профессиональной футбольной лиге. 26-летний уроженец Челябинского Чебаркуля Антон Иванов воспитанник Академии футбола Московского Динамо. Последним клубом Иванова был Химик Арсенал. 23-летний Максим Петров долгое время выступал за Тамбов. Минувший сезон провел в составе команды Химик Арсенал. Дмитрий Селютин подписал просмотровый контракт с кокейным клубом Гомель. Прошлый сезон он провел в составе Тамбова, сыграв 25 матчей и набрав 7 очков. На его счету также 8 встреч в составе клуба Челны и 6 результативных баллов. Завтра пройдут очередные поединки Кубка Руслана Салея. Гомель проведет домашний поединок с Брестом. Матч состоится без зрителей. Поединок стартует в 19.00. Напомню, на счету подопечных Сергея Стасия сейчас две победы. Гомельчане оказались сильнее Барановичского авиатора 6-0 и Витебска 4-0. Сегодня в Ратомке стартовали республиканские соревнования по конкуру. Бороться за награды спортсмены будут в разных возрастных категориях взрослые, юниоры и юноши. Гомельскую область представят два всадника Александр Фоминов и Мария Воробьева. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Павел Михно. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова